Участники автопробега Дагестан-Крым успешно добрались до пункта назначения. Колонна из примерно 200 автомобилей, стартовавшая пару дней назад от главной мечети Махачкалы, финишировала у центральной площади Симферополя. Акция была организована в знак протеста против публикации в прессе карикатур на пророка Мухаммеда. Рассказывает написатель Шамхалова. Один из стадионов Симферополя. На встречу с участниками автопробега пришли десятки местных жителей. Праздничный концерт и слова благодарности. Среди гостей из Дагестана представители центральной мечети Махачкалы и администрации главы республики. Первая причина, что нас объединило сегодня, и так мы были объединены, нас объединила вот эта карикатура, которая вышла во Франции. Сделано политическое шоу. Мы сочли нужным, что в трудную минуту друзья, братья должны помогать друг другу. Автомобилисты проехали из Махачкалы через Грозный, Владикавказ, Нальчик, Ставрополь, Краснодар и другие города. Среди участников политики, известные спортсмены, студенты, просто неравнодушные люди. К акции присоединились и байкеры дагестанского клуба Black Eagles. В каждом из городов их встречали представители духовного управления. Словоподдержки выражали люди разных конфессий. Каждый человек волен. Ту религию, которую он хочет исповедать и обижать, или как-то людей не надо. Любое общение людей ведет к дружбе, я так думаю. Я хотел услышать, чтобы вы приехали к нам, сюда, к нам, в Республику Крым. Были очень рады, поэтому сегодня и здесь, что мы все вместе, чтобы там на западе видели, что не надо на нас давить, не надо нас оскорблять, что мы все вместе, что нас много. Спасибо вам. Всего в акции участвует порядка 200 автомобилистов. Кроме того, организаторы привезли в Крым гуманитарную помощь, которая будет доставлена в школы и детские сады. Ну а завершится автопробег коллективной молитвой всех участников. Написать Чамхалова, Эльмира Байрамбекова. Время новостей.